всем привет мы с вами снова магазине kia нижний новгород сегодня мы подготовили вам детальный подробный обзор по серии стеллажей коллакс вы нас давно просили об этом показать исполняем вашу просьбу пойдемте смотреть стеллажи и детально разбирать что как зачем почему откуда начнем давайте начнем с первого стеллажа который стоит в иск на выставке размеру стеллажей коллакс разные от маленькой единичной штучки такой квадратика до вот таких вот больших товарищей вот такой большой стеллаж размером 147 на 147 стоит 6 999 представлен в белом глянце стоимость 12000 просто белый и черно-коричневый то есть четыре цвета что вообще такой коллакс это такая вот стеночка без задней стены то есть вот здесь уже не деталь шкафа а дипсокартонная конструкция магазина можно разделить пространство можно поставить в детскую сделать из него скамеечку в общем на самом деле использование до такой степени функциональная вещь что использовать можете куда угодно главное подобрать по цвету и по размерам давайте сначала на примере вот этого стеллажа мы разберем с вами я покажу там толщину края прочь то есть такие на технические моменты а потом пойдем уже смотреть разные значит смотрите сам стеллаж то есть вот боковая стенка у него порядка трех сантиметров да то есть это вся окантовка вверх-вниз он одинаковый перемычки тоньше более тонкая перемычка и сами ячейки ячейки размером 33 на 33 то есть любой ящик вот такого размера такого плана совершенно спокойно умещается в любой из ячейки помимо ящиков есть возможные вставки разделителем и все это вам покажу теперь давайте я хочу вам показать конфигурацию то есть какие размеры стеллажей коллакс вообще продаются вот это единичка то есть единичный стеллаж размером 42 на 42 стоимостью 1700 цвета у него белый черно-коричневый и вот такой дуб значит вот он здесь соединено два стеллажа сейчас показываю один также хочу показать вот эту часть просили значит это вот вверх то есть если вы куда-то сверху вешаете и это допустим как бы не сильно высоко да то есть на уровне глаз вот эту часть закрыть нечем вы не сможете никак закрыть то есть вот это вот будет видно поэтому смотрите ну кто-то мебельные завышки придумал как бы у икеи такого функционала нет чтобы закрыть а вот эти вот крепления они у нас будут со всех сторон то есть таких четыре крепления с одной сверху 4 снизу так это единичный дальше следующий размер это вот так это вставка сам стеллаж а вот сам стеллаж неудобный ценник ребята не могу никак поймать ценник на камеру он внизу надеюсь вот так будет видно 2 699 и плюс колесик 500 рублей комплект из двух штук вот это вот из четырех ячеек стеллаж он стоит на колесика то есть мы его спокойно можем передвинуть вот о чем я вам говорила что вы можете из этого сделать перегородку вот эта часть это вставки в ящик они стоят 699 рублей мы сейчас вам покажем их отдельно но видите да что то есть они цветом полостью а повторяет цвет стеллажа и поэтому если вы делаете такую вот перегородку задняя стенка у вас будет точно такая же как впереди то есть все будет красиво и аккуратно ставим стеллаж на место пойдем следующий размер это 142 на 147 42 на бежим под беленый дуб и такой же есть черный коричневый и белый это четыре ячейки по вертикали опять же вы можете разместить его вот так как это представлен его можно повесить на стену его можно поставить на пол из этого сделать такую лавочку либо место для хранения игрушек кто-то делает даже мини стенку под телевизор то есть по телевизор вешать стелла что вставляет ставочки сверху телевизор получается вполне бюджетно и красиво следующий размер 77 на 100 47 это на 8 ячеек у нас вот такой стеллаж живет дома нас еще и старой серии он назывался раньше экспедит и живет он уже наверное пятый год живет в детской все замечательно с ним так большой самый пойдем еще покажем и дальше будем внутренности смотреть и самый большой стеллаж 45 45 на 25 ячеек стоит 11 999 размер у него 182 на 182 то есть из этого стеллажа можно уже сделать функциональную большую перегородку помимо базовых цветов у некоторых стеллажей есть дополнительные цвета мы до не дойдем покажем вот о чем я вам говорила что стеллаж можно подвесить да вот этот из четырех ячеек повесить по горизонтали ну соответственно так же можно представить ну раз мы дошли до внутренних вставок давай наверное про них расскажем так смотрите вот пока давайте крупные планы и так я параллельно помельчу ставки разные остановлюсь на каждый им всевозможные внутренние полочки держатели то есть все что было удобно пользоваться значит вот такого плана я не ящики это все-таки вставка смотрите то есть это вот карту монтируется такой коробок то есть вы собрали сначала стеллаж потом вы собираете вот такой коробочек то есть вот эти стеночки прикручиваете здесь у вас будет на в комплекте специальный зажим которым вы фиксируете сначала стеночку а потом вкручиваете шурупу по другому вы не соберете вот эти шурупики задняя стенка чем я вам уже показывал на бежевом да что все это одного цвета и поэтому если вы переворачиваете все будет хорошо видно петли то есть все это прикручивается к самому стеллажу то есть вот к этой части прикручена вот такая вставка еще ребят такой момент сразу хочу озвучить допустим сегодня вы решили что вам понравились безумно понравились эти вставки с дверцей вы их поставили все замечательно пользуетесь потом решили вдруг переиграть стеллаж и применить его как-то другому у вас дырки вот эти остаются то есть здесь довольно таки глубоко ходят вот эти отверстия и если у вас уже будет это открытое то есть у вас фактически останется 4 вот таких вот дыры которые будут на видном месте то есть от петли и а самих шурупов так по цветам значит вот такой матовый желтый 899 рублей глянец белый 1300 ну да вот видно да видно меня обидно очертания то есть глянец в окей он такой прямо гладкий хороший изнутри тоже глянцевая а здесь уже матовая то есть сама вставка матовая вверх глянец петли петли причем одинаковые у всех независимо от того какой цвет вы берете вот такие вот стопора чтобы при закрытии у вас не хлопало такие вот накладочки поэтому когда собираете аккуратно очень часто клиенты обращаются что когда собирали нечаянно пакетик выкинули потом начали пользоваться хлопают а этих штучек уже нет отдельно они не продаются самые бюджетные вставки это белый матовый 699 рублей подбеленный дуб 699 рублей такие вот полосы показываю покрупнее и такой вот черно-коричневый рельеф и прослойку дерева хорошо видно помимо таких вставок есть ящики то есть вы спокойно из стеллажа можете сделать комод ящики тоже в черно-коричневом цвете подбеленный дуб сейчас покажу цвета потом открою белый то есть вот эти вот три цвета по 1500 они уже дороже отличаются но больше чем два раза глянец 1600 и розовый аж 1900 теперь давайте смотреть что и как давайте возьмем глянец белый в принципе все одинаково достану ящик вот такие вот рельсы металлические колесико пластиковые опять же видите да то сначала вы прикручиваете саму стенку к стенке потом уже ставите рельсы и только потом собираете ящичек и ставите его так уберу камеру давайте на одну тоже неудобно вот это внутренняя часть ребят не нагружаем это не банки ставим сюда не какие-то там тяжеленные инструменты хранить если вы решили все-таки что-то тяжелое вам нужно хранить вы можете усилить то есть вы ставите небольшие саморезы в те отверстия которые есть плюс просверливаете дополнительные и у вас получается планка крепит за счет саморезов скрепляет саму конструкцию и донышко уже не выпрыгнет вот в принципе как выглядит ящик ну такие нюансы вот они свойственны есть они у киевских ящиков такие вот спучивание у тебя видно камеру то есть функционал одинаковый независимо от того какой цвет берете с ручкой без ручки ящики одинаковые полностью дальше есть два вида еще вставок с дверцей на данный момент они черные и зеленые но к сожалению даже их нет на складе такая вот ставка на черном цвете нарисовали мелом рыбку 999 рублей то есть все то же самое как вставка с ручкой она только за счет вот этого выпила выступов ценник подороже такая вот черная и такая вот зеленая но понятно вот этот яркие красивые цвета это все-таки детская да когда мы берем белый стеллаж красивые яркие вставки но к сожалению кстати из ярких вставок наличие только желтый розовый нет салатовый нет так теперь по коробкам коробок на самом деле много для этого стеллажа а кстати сразу хочу сказать мы вообще все покажем у икеи есть аналог стеллажа коллакс маленький стеллаж флюста за 2000 и часто клиенты спрашивают мне бы подешевле но коробки которых коллакс увы ребят не получится то есть основная часть коробок 90 процентов которые спите и не подходит к стеллажу коллакс мы вам уже показывали другую коробку то подобное 33 на 33 вот мне подсказывает 32 на 32 а в флюсту до 30 на 30 надо флюста мы сейчас еще дойдем поэтому все коробки которые в икея есть такого размера их много такие вот тканевые дрюны кто смотрел наш прямой эфир видели наверное вот такую дрюну новые в цветочек вот такую новых горошек это все тканевые коробочки очень удобные единственный минус друзья мои постирать их нельзя у нас дома салатовые я периодически чищу меламиновой губкой ну и соответственно вид уже конечно не совсем тот но большой хороший плюс коробку можно использовать с двух сторон как принципе здесь используется да то есть видите испачкали просто перевернули другую сторону но только на 2 не на 4 стороны так теперь давайте посмотрим что у нас еще дополнительно появилась какие внутренности модуль для хранения с отделениями 699 рублей вот такая вот так мы решили что снимать будем вам по цветам темные вставки не особо видно в темном коллаксе поэтому давай сейчас мы снимем то что посветлее на темном и наоборот светло более темные значит вот такой карман подвесная секция для аксессуаров кстати кто фанаты икея наверное узнали да что вот такие вот ручки есть здесь у нас отстегивается клепка то есть все легко и просто собирать особо не надо просто продернули зафиксировали ну вот такой карман ваше предположение что можно хранить я кроме как газетки как-то так ну больше особо не выдержит потому что ну хоть они и кожаные но все оттянется ну не знаю в общем честно для каких целей гамачок такой кстати кисоньку можно здесь хранить кисоньки спать будет вполне удобно так это мы покажем на свет нет то на свет значит вот такая вот вставка разделитель полки 33 на 33 1300 стоит тяжеленький одной рукой все-таки увесистая такой вот кубик честно мне не очень нравятся такие вещи я за функциональность когда вот ставь поставили закрыли ничего не видно то есть тоже не представляю как это вот это торчит да то есть в любом случае будешь в ночи пойдешь будешь биться об эти углы все-таки углы не такими закругленные острые довольно таки но хотя если допустим это какой-то магазин склад вот для допустим не для домашних целей вы используете вполне можно то есть у вас наверху какое-то хранение здесь то есть вы фактически за одной полки при помощи вот этой вставки делайте гораздо большее количество полок так вот такая вот проволочная корзина желтая медь но здесь конечно же более такая декоративная до что-то какой-то может быть красивые какие-то книжки хотя ребят тоже но не до столько она что вот вес такой вот выдержит глобально да кстати на самом деле все уже утрепали вот такая вот корзина то нет мне кажется она такая и есть но это больше декоративный элемент на я думаю тоже такое функциональное хранение не предусматривает ну опять же имеет место быть соответственно кому-то нравится кто покупает пользуется расскажите в комментариях нам интересно какие если у вас коллакса ну вообще кого есть коллакса какими ставками вы пользуетесь для чего используете может быть кто-то не по назначению использовать коллакса допустим там не детская в мастерской в какой-то ну не совсем по прямому назначению такое в какой-то может быть необычное использование есть именно у вас делитесь в комментарии с нами так дальше пойдемте смотреть модуль для хранения с отделениями 699 рублей вот такая вот полка она не гнется фиксированной формы здесь у нас таких вот два мини лоточка ну и когда вы ее вниз ставите вы разделяете опять пространство не знаю как-то не вдохновило так вот такая вот вставка в полку долго мы думали для чего она вообще нужна потому что вот за все время что мы работаем с икеей ни разу такое не заказывали предположили вот что если стеллаж ставится боком и вы используете его с двух сторон то допустим на эту полочку что-то мелкое положили там не знаю суверчики какие-то а другую часть вот этой она довольно таки узкая место немного занимает вот она а другую часть коллакса вы используете по назначению складываете что-то другое если только вот за таких целей потому что если у вас коллак стоит возле стены друзья мои и вы решили такую штуку вставить вы теряете практически всю ячейку потому что за вы не будете постоянно тягать полку сюда-сюда снимать вынимать это не особо удобно вот такие 4 ячейки разного размера но кроме как хранить какие-то сувенирчики больше у меня фантазии пока не хватает так вот такой короб ну это по-моему не коллакс это короб эйкет он подходит просто по размеру такой вот плотный по подобии фетра спрятали здесь всевозможные зарядники так теперь пойдемте мы вам покажем стеллаж флюста рядом с теложем коллакс как это выглядит сравнение вот кстати смотрите по пути пока идем вот такой вариант черный стеллаж он стоит 4 299 вставки для бумаги то есть если это допустим офис внизу ящички для чего-то более мелкого вполне удобно вот стеллаж коллакс такой же только перевернут и используется уже в виде стенки наверху тоже маленькие ячейки коллакс и пол коллак кстати пол коллак вполне симпатично сочетается по цвету со стеллажом коллакс и в общей массе смотрится довольно прилично так ну что малыш флюста давай мы тебя покажем это флюста за 2000 это коллакс за 4 300 разница сразу видно размер высота глубина размер ячейки толщина стенки коробки подходящие сюда только 30 на 30 у икея есть в ассортименте коробка тьена она стоит по моему 329 рублей или 399 слушайте я забыла по моему 399 рублей стоит коробка поэтому когда вы покупаете этот бюджетный стеллаж на коробку сэкономить не получится но в бело-зеленом магазине есть коробочки по 190 рублей они похуже качеством но по размеру подходят подставка для бумаги флюнс идеально вписывается в флюсту такие вот бюджетные держатели но опять же если это журнал и книжки сложить вполне удобно это не бардак а все компактно хорошо сложно очень часто этот стеллаж заказывают в офис и кабинеты красоты то есть то куда нужно все подряд расставить вместо что немного занимал и ценник был адекватный вот такой стеллаж плюс там так ну что в принципе про калаксы мы рассказали вам что хотели какая если нужна дополнительная информация пишем как обычно в комментариях мы с удовольствием ответим ребят не всегда есть возможность ответить полноценных комментариев поэтому находите нас в социальных сетях пишите в личку вконтакте ватсап вайбер то есть все доступно номера телефонов все есть заходите к нам на сайт и можете с нами связаться мы вам просто подскажем проконсультируем ответим на все ваши вопросы спасибо за внимание до новых встреч